Первый прием пищи на Бали. Я заказала такой вот боу, они суперизвестные. Это с гранулой, со фруктами и такой вот чикен боу. Очень жирное. Так выглядит сам отель. Ой, ресторан. Вот так выглядит улица Бали. Обычно в инстаграме такого не показывают. В общем, такие узкие улицы, очень много мопедов и, знаете, очень много именно салонов татуировщиков. Короче, девочки, вот мой улов Сойша. Войша самый классный вещь. Такие ледницы в красивом дорогом оттенки. Это шоботитки приподнять. Малоко зовут приподнять. Кроссовочки New Balance. Хорошей цене очень купила. И такие вот шортики а-ля юбка. Прикольно. И наконец-то встретились с океаном. Безумно жарко. Очень тяжело говорить. Я хочу вам показать этот прекрасный. Мало кто купается, большинство занимается именно серфингом. Но хотя волны не такие большие. Всем приветули. Мы в новом отеле. Он называется Ренессанс. Это, как я поняла, дочка Мариотта. Мариотта – это очень хорошие сетевые отели. Посмотрите, вид на океан. Сам отель находится на скале. И он безумно большой по территории. Все вам покажу. Но мне очень нравится лобби. И вообще болица очень приятная. Вот нас регистрируют. Я немножко такая с сальным лицом. И у меня есть такой лайфхак, когда вы заселяетесь в какой-нибудь там отель, всегда говорите, что у вас какой-то праздник. Говорите, что… Ну, все, кроме дня рождения, если у вас не в эту дату день рождения, да. Говорите, что у вас там медовый месяц, что вы там блогер. Пишите все. И всегда предоставляют вам какие-то плюшки. То есть это может быть десерт или бесплатный там повышение номера, ну, классный номер, да. Вот. Поэтому всегда, ну, будьте наглыми и требуйте. Я переслушала свое видео, где я говорю, будьте наглыми. Нет, не будьте таким наглым. Я имею в виду просто, когда заселяетесь, говорите, что у вас какой-то праздник. Вот. И вам обычно приносят, ну, десерт, да, какой-то шоколадки какие-то. Плюс могут сделать апгрейд при наличии свободных мест. Но нам, к сожалению, сделали апгрейд из-за того, что сейчас китайский Новый Год, и поэтому очень много китайцев. Вот. И все номера почти заняты, нам сказали. И что еще, что еще. Ну, могут вот эти лебеди с лепестками роз поставить. Ну, тоже неплохо, да, в принципе. Вот. Так что спрашивайте, будьте спрашивать, будет вам и дано. Поэтому не боитесь. А отель, походу, очень классный. Мы ждем заселения. Сейчас еще оперольчик возьмем. Мне отель уже нравится. Опероль очень вкусный. По объему большой. Еще на него акция идет. И территория отеля очень красивая. Знаете, все такое добротное. А то у нас комната стандарт с видом на сад. Посмотрите, какие тут халаты прикольные. Матрас суперудобный. Вот там есть лоджия такая. Но фишка этого номера заключается в том, что здесь есть отдельно стоящая ванна. Это суперкруто. И с таким вот видом океана не видно. Но здесь будет закат. Будет просто пушка-бомба. Тут мы еще закажем лепесточки роз. Так, какая тут косметика? Аргус. Перу я вижу. Вот. И такая вот мозаика. Видите, вот, да, тут такая стеклянная бутылка. В общем, классный отель. О май гурт, девушки. Это что? Это что за мечта? Там занято, да? Давай сюда. Вот нам принесли такой миленький презентик. Хэппи ханимон. Счастливого. Как там будет? Медового месяца. Как там будет? Ну, приятно же. Всем доброе утро. Хочу показать завтраки. Посмотрите, какие здесь классные фрукты. Там еще штакуют. Тут еще и всякие разные овощи. Мамочки. Свежевыжатые соки. Классно. Так, тут всякий глютен фри. Вот эта вся органик штучка. Вот смотрите, как классно, да? Формили. Тут что-то готовят. Там можно заказать. То у меня фо бон, что хотите. С той стороны. А тут рыбку. Я рыбку уже все забрала. Настоящая северная девочка. Я сразу забираю всю рыбу на завтраке. Потому что я не могу вообще без рыбы жить. Вот. Есть два выбора. Есть инсайт и елдсайт. Мне милая девочка все подсказала, рассказала. Вот. Тут индонезийская еда, индийская еда. Выглядит все очень круто. Мне тут все уступают дорогу, потому что я снимаю. Думаю, какой-то большой блогер, походу. Вот. А тут, смотрите, айс-крем, как они делают вафли, да? Вот. А тут они делают блинчики, панкейки. Вот это хлебобулочные изделия, которые мне нельзя. В общем, завтраки очень крутые. Я сейчас покажу, что я взяла. Ну что, я пока вот чуть-чуть походила. Взяла Гока, Моли, Бенедикт, что-то типа самона. И что-то тут какой-то ролл. И мне принесли капот-чаина. Ну что за жизнь? Так, я выгляжу на завтраке. У меня волосы растрепаны, потому что с мокрыми волосами. Поснула. Уставшая. Пьем джюс. Уставшая я была. У меня уже после тренировки было. Такие вот дела. Сегодня по плану у нас чили-то у басика. И завтра у нас будет более-менее интересный день. Мы пойдем с вами на, как там, там делать глиняную посуду какую-то. Поттери-класс. Гончарный, на гончарный класс пойдем. Вот. И потом еще я там записалась. Столько интертейментов. Ты можешь записаться на любые эти. И все бесплатно. И самое главное, это все бесплатно. Вот. Мы туда заселялись в отель. У нас был выбор между Плю Рэдисон на Улувату и между этим Ренессанс отелем. И как хорошо, что у нас не получилось забронировать Рэдисон. Потому что в Рэдисон по отзывам не было таких всяких плюхольных плюшек, да, как было здесь. И вот когда у вас что-то не получается, что-то там забронировать, что-то там оплатить, не устраивайтесь. Потому что всегда жизнь приносит к лучшему. И в итоге Ренессанс оказался вообще круче, гораздо круче. И этот отель вообще новенький. Новенький был глав, потому что, ну, мебель, говорит, все, ну, все свежо выглядит. Вот. Поэтому так. Рошу свимпул дэй. Что ж, мы с вами сейчас будем загорать. Потому что моя задача это загореть. Приехать конфеточкой, шоколадочкой. Ох, и подтянка, самое главное. Ну что, процесс загорания активно пошел. Я для загора использую масло помадного дерева от Агора. Мне кажется, это аналог Сан-Барт. Вот так я выгляжу. Обгорела я, конечно, достаточно. Вся одежда, которая сейчас на мне, это ощущается очень больно. Вот. Намазалась толстым кремом Алоэ Вера. Вот, надеюсь, поможет. Но больше я на солнце выходить не буду. И завтра такая снова лежит. Очки. Вот вам и хихоньких. Мы перевыполняли с вами наш план. Почему-то на фото смотрится очень светло. Но в жизни краснючая. Скорее даже бордовая. Очень больно. Атор я обгорела, короче, с двух сторон. И со спины, и спереди. Сбоку только у меня нормально. Алоэ Вера, кстати, нужно обязательно покупать. Это Холик. Холик какая-то хорошая фирма. 99%. Потому что зачастую бывает то, что всякие дешевые препараты, они кладут очень много ингредиентов, которые, наоборот, будут мешать заживлению кожи. Вот так вот, конечно, чтобы постараться уснуть. Девчули, всем привет. Вот так у нас походит 14 февраля. На самом деле было очень много плана. Дмин Барахстан платье на об этом Москва так как платье. Но я боюсь, что это будет сочетаться с моей кожей. И будет, знаете, сливаться. Пожелание на 14 февраля, в день этих всех влюбленных. Я считаю, что этот день вообще любовь. Про любовь, про это все. Любовь, прежде всего, закладывается из любви к себе. Если полюбите себя, то другие тоже вас начнут любить. Поэтому каждый день, степ-бай-степ, шаг за шагом делайте, смотря какой детейлс, каждый день делайте такие шаги, делайте какие-то ритуалы, чтобы полюбить себя. Вот так вот. Как-то не очень сказала, да? Ну ладно. Я вас люблю. Ну что, пупсички мои, всем, good morning. Меня многие просили во влоге показать мейкап-рутину. Вот сейчас буду их снимать. А сегодня я так прыжно шмарилась, потому что у нас сегодня по плану пойти на гончарный класс. И потом еще больницы, что-то там такое. В общем, будем ходить по их храмам всяким. И нас перейдут в костюмы, тоже для вас сниму. Делаем красивые фоточки. Ну, в общем, то, что я взяла в отпуск, это все-таки те же самые средства. Вот мои любимчики. То, что не поместилось. Сюда это, кстати, для сосков, чтобы они не были видны. Полоски для отбеливания. Вот. И такая еще большая есть, куда я все к уйду. Кстати, вов-колор ценимый, как термозащиту делать. Но свои вот заявленные функции он не особо хорошо выполняет. Маракануа для объема. Самое лучшее средство. Но не самое лучшее. Перед ним еще стоит этот бэдхит. Куин, куин, куин. Куин, что там было? Кстати, зацените, мое дизайнерское платье. Это просто я халат перевязала, потому что очень больно надевать халат вот так, потому что плечи немножко горят. Ну, первым делом, это, конечно, термозащита. Ой, не термозащита, а сэнскрин. Смазываю. Я его обожаю, но говорят, от хор глаз он гораздо лучше. Я просто чисто вот так интуитивно наношу. Я вообще, кстати, не училась краситься нигде. Но знаете, как я хитрила. Ну, раньше и вроде сейчас делают всякие бесплатные. Ну, модели зовут на макияж, на обучающие, да, какие-то уроки. Там, где девочки пришли обучаться на визажу, и там постоянно нужны модельки. Все рассказывали про макияж, и я такая, ага, ага, и сама все же спрашиваю. Все на халяву, девочки. Поэтому, если хотите научиться краситься, ходите просто модельками на макияж. Да, возможно, это будет долгий или какой-то не очень хороший макияж, но зато научитесь каким-то базам. Я в свое время постоянно ходила. Я же еще раньше в модельное агентство ходила в Айеко. Вот, и там постоянно звали модели на ворд-класс, что-то такое было, постоянно какие-то. И там был Николай Исаков, вот, известный визажист. Кстати, я не знаю, где он, ну, который вот с такой лысой головой был. Вот, он постоянно, вот там авангарды всякие красил, прически, которую, если я найду фотку, я прикреплю. У меня следующим шагом будет контурирование. Если вы собираетесь на вечер или вы хотите, чтобы у вас был макияж стойкий, то сначала наносите жидкий продукт от ШИК, очень хороший, универсальный. Вот, ШИК называется. Я сначала его наношу спонжиком, да, а потом уже закрепляю сухим бронзатором. Вот, но когда повседневный макияж, я не парюсь и просто вот так, вот такую вот кисточку наношу. Бронзатор, как он назывался? Да, блин. А, Дольче Габбана, который вот с красивым рисунком. Вот, купила он, чересчур пигментированный, то есть его растушевывать постоянно эрей. Каким-нибудь ее пока вы будете растушевывать. Но кому-то подходит, кому-то классно. Да, этой же кисточкой наношу румяна тоже от Диор. Они мне не понравились. Почему? Потому что, видите, да, нужно, оказывается, разные кисточки использовать, потому что она покрывается такой пленкой, и она не сильно пигментирует. Сколько я набираю, да, продукта? Не особо хорошо видно. Вот, как вы говорите, как вы стоите, манек? Но у моей сестры не очень мудрюшка была калять. У нее тоже дёрстки. Какие-то ужасные брови получились, нет? В первом влоге я сказала гет для буси, и никто этого не заметил. Я это заметила, мне так стыдно было. Это гет для бровей буси, правильно. Следующим шагом я буду оформлять свои глазки. Шкарная палетка Tom Ford. Так, я возьму, наверное, светлые оттенки. Я обычно люблю использовать вот этот, вот этот, и вот это можно без рестичек сделать. Жанна дня я использую хайлайтер, анти-о. Дезон. Через пару дней начнется на улице закат. Шук-шук-шук, и все готово. Ну что, мы пришли в гончарный класс, и вот такие вот маленькие тут, ну как якутские вроде, да? Прямо внутри отеля. Я сделала самая первая моя красота. У меня уже есть опыт, поэтому самая первая. Такая вот красота. Хай-так быстро закончили. Обычно же якутские как делают? Сначала вы сформироваете эту фигуру, а потом еще и красите. А тут сказали, после того, как только высохнет, вот, две недели сказали. Блин, очень сомнительно записываться вот в такие экскурсии днем, когда очень сильная жара стоит, и нас, собственно, в принципе, надели в олинийский костюм традициональный. Но на самом деле это только сабла. Сказали только сабла, то есть юбка. И сверху должна быть еще такая ажурная блузка. Я приближу в фото, и мы в прошлом году были в... Где-то мы были, какая-то арка священная. Вот там нас садили прямо очень хорошо. Вот. Садим, ждем. Надеюсь, мы не сгорим опять. Короче, вот мы пришли в этот темпл. Этот темпл очень маленький. Это темпл только для сотрудников отеля. Они приходят сюда каждый день. И этот мужчина нам рассказал вообще, что за религия, как это часто нужно делать и как правильно это делать. В общем, он сказал, что они молятся три раза в день. Три раза в день. И у них очень много праздников именно религиозных. Садит лидер. И как он объяснил, он дает им мокрый рис, который они прикрепляют к колбу и к уху. Очень, конечно, так. Интересно увидеть это все. Это листочек от коконного дерева. От кокосового дерева. От пальм получается, да? Пальмовое. Шату мы сделали. Такие вот цветочки. Нам гид сказал, что цветы, они должны лежать по определенной схеме. То есть красные цветы должны там лежать на западе. Вот эти желтые, что-то там. И каждый стоп что-то походу означает. Вот. И так они кладут. И это делают они каждый божий день. Представляете? Вот так вот. Good morning. Я у вас сегодня спортик. И решила полностью отбить стоимость отеля и пойти на ихатку. Йога. Вот. Он часов в 7 утра. Вот. И зато солнца нету, что прикольно. А, вон вижу. Эти кружки. Он готовится. Вот. Так что мы с вами сейчас на Йогу. Смотрите, чукурушки подготовили полотенце, водишку. И тут все кладут. Смотрите, каким невероятным видом. А нас опять мало. Нас опять мало. Что такое? Ой, ну, девочки, ну мед. Ну просто мед. Посмотрите. Привет всем. Мы выехали наконец-то с отеля. Все эти дни почти что лежали на территории отеля. Вот. Мы поехали в известное место. Вы, наверное, знаете. Что-то называется The Edge. Это такой бассейн, который находится наверху скал. И там, как я знаю, прозрачный полотенце выглядит очень красиво. Обычно рилсы с этой локации залетают, поэтому мы проверим. Вот. А мы поехали на Эндрайвере. Вообще, Эндрайвер очень хорошо работает на Бали. Вот. Поэтому рекомендую. Но единственное, что не очень, это постоянно нужно с собой наскать наличку. Вот так как. Офигенное место. Но только вот эта ария прикольная, остальное все не очень. Такое старое, пошарпанное. Но, тем не менее, вид просто нереальный. Офигенное место. Вид такой красивый. Вау. Где хочешь сидеть? Прикиньте, тут говорят, что нельзя купаться в океане, потому что тут везде эти рифы и кораллы. Так вон же купаются. But they swimming? Yeah, I'm here. Only here? Лизка, да. Ah, okay, I got it. So, can we see it in the shadow? Yeah. Мы договорились, что с нас посадили в этот VIP-лаунж, что ли? Хотя он платный, вот умеете договариваться? Говорите, да мы только, ну мы правда только на 2. Хаи, тапки забыла. И пяти, ну так классно! Субтитры сделал DimaTorzok. новый отель но будет что-то я подозревала что он будет не очень оказалось вполне себе отлично за свою стоимость стоит 7000 рублей очень чисто очень большая комната тут не менее большая комната которая смотрите сразу и душ и ванны и тут мне кажется будет вид включен завтрак то есть очень классный номер я хотела что хорошо от этого отеля предоставляется в франции до центра там где вот все магазины находятся я хочу предупредить купальника тут уже возможно таким купальником я заблудилась как заблудилась я решил обойти дорогу потому что там идут киперемонтные работы и там все перекрыто и так я думаю сейчас обойду иду уже 960 метров пешком пожаре где мой купальник а мне трансфер только через два часа я еще два часа должна гулять и красивые эстетичные места кафешки я купила себе купальничек и сделала для вас потому что освещение дебильное было в помещении примерочной какая-то толстая была ну конечно дело не освещение зашла какой-то ресторан красивый купальник посмотрите какой большой то есть обычный купальнички я купила вот этот очень красивый самое приятное со скидкой 50 процентов получается каждая почти стоило он грубо говоря 3500 4000 нормальная цена потому что тут очень дорого стоит почему-то купальники мы как-то заходили нам сказали сколько стоит 2 миллиона это да ты 20 тысяч рублей то есть но это очень такая сумасшедшая цена вот такие вот покупочки а еще кстати здесь на бали вам не дают пластиковых пакетов тут везде вот такие вот шо передают что очень приятно последующим тоже можно носить вот я просто хотела себе шокер нас всех переместили сюда потому что начался очень сильный до дождь и тут под занавесы и вот все ждут пока понесут всем доброе утречка сегодня мы с вами поедем время сейчас около 6 часов утра и дом находится далековато от бали поэтому придется путь на водке что там короче долгая дорога будет поэтому так рано приходится выезжать вот но там будет очень жестко жарко поэтому я сегодня решила сделать хвостик но я искала резинку вообще ничего нет у меня только вот такой крабер лямка от мальчика и мы сейчас с вами что-то сообразим хочу вот так отделяем полку и все это хорошенько зачесываем назад отельная зубная щетка получилось теперь фигачим нашу эту челочку так теперь мне нужно это накрепить вот нитками и все прическа готова там скорее всего будет очень жарко нужно подниматься в голову это немножко спортивно делать и еще ирина немножко так такое утро на бане еще так рано я не просыпалась наш трасс уже приехал я на бане туристов так короче наш гид объяснил что это да это натурал пул типа природный бассейн который сам по себе формировался вот так вот дарина будешь остыдиться вот это красивое место смотрите куда мы пришли наконец-то то место которое я хотела видеть наверное все видели в инстаграме это место до судьба народы конечно смотрите смотрите чекен нас кормят тут еще бесплатно ну не как бесплатно включена стоимость тура короче наша последняя локация это кристалл бич какой-то пляж действительно красивые можно искупаться волны не такие сильные но самое тупое то что здесь не принимает карту а нас новички вообще нет и в общем ни лежаки не смогли взять ни короче напитки поэтому сидим и стал но пляж очень красивый вот такой вот пляж такой лазурный берег вообще пенида айланд или как он называется что музыка пенида называют blue blue paradise из-за цвета воды вон тебе самый лежаки ну все пока-пока нуса пенида покинемаще крыг-тарыг-тарыг-та капсетто 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 божь сюда не приеду Всем приветики, приветики, мы переезжаем в другой район, в Чангу, вот, и уезжаем с Убуда, в Убуде я особо что-то ничего не посмотрела, хотя, причем посмотрели же всякие танцы, посмотрели, вот, и покажу вам новый отель, в такой маленькой машине Забу загрузили все наши вещи. Вот, приехали, такое забавное лобби, такое маленькое, очень ухоженная территория, ой, что тут? Такой вот велкам длин и холодное полотенце. Ну что, быстренький рум-тур, посмотрите, какие тут высокие потолки, опять тут фруктики, вот это, кстати, я не знаю, что это, вот, так он выглядит, смотрите, что очень круто, что тут бассейн сразу, можно позагорать, территория очень маленькая, кажется, king size bed, потом у нас тут две раковины, раз, два, такая косметика непонятная, вот, но фишка этого номера, посмотрите, это такой вот, такая ванная комната отдельно стоящая, очень-очень круто, и походу тут душ, да? Что косметика у них тут? Тут непонятно, ну вроде классно, тут будут видюшки снимать, чей, мне нравится. Девки, мы сегодня с вами пойдем, вот это, как это называется-то, смотреть на сансык, красивые фотографии все, у меня Сандара, Сандар отправила пляж, там, где лицо подсвечивается, но я вам покажу, не так, понимаете, это, так, пока мы заказали, яду в номер, оценим здесь кухню, и ближе чуть к вечеру, думаю, выйдем, красивые фоточки делать. Ну что, посмотрим, какая тут, да? А, это твой сэндвич, да? Да. Это, а это моя паста Орзо и десертик. Косеечек, смотрите, они так все закрывают от муравьев. Так, я пока крашу, собираюсь, хочу рассказать про свои наблюдения из Бали, да, что-то как. На Бали стоит вообще, в первую очередь, приезжать тогда, когда не сезон дождей, то есть тут нет такого, что зима, лето, да, тут есть сезон дождей и сухой сезон. Каме Балийцы очень сложливые, вообще супер дружелюбные, как я уже говорила ранее, да, они, у них гость считается, ну, королем, поэтому они вот очень хорошо встречают. Тут очень легко отравиться, поэтому в ресторанах, либо вот там в номере, лучше советую не пить воду из-под крана, в ресторанах не заказывать там лед, либо воду из-под крана, поэтому, потому что очень легко можно заработать, кишечную палочку, да, получить, и еще нужно опасаться от комаров, потому что они переносчики ДНГ тут, и к макакам лучше тоже не подходить, потому что они все заразные. И еще немного огорчает тот факт, что некоторые жители Бали начали вести себя как тайцы, то есть где-то могут обмануть, где-то вот подврать, да, либо где-то очень настойчивые стали, вот, особенно таксисты, да, вообще таксисты по всему миру как будто одинаковые, лишь бы обмануть, лишь бы что, блин, вот. Вот такие вот наблюдения. Пока я собиралась, пошел дождь. Жестко проливной, а-то. Плачут небеса, а теперь обо мне. Смотрите, это рыба с угу. Я впервые вижу ее. Жест. Вот так валяется тут, где океана. Вернулись мы в номер, и ночной жор напал на нас. И, блин, кафешка, вот это, ром-сервис уже закончил свою работу, поэтому мы заказали раменчик с приложения Grab. Тут, кстати, вообще и водители офигели, и курьеры. Вот мы им даем, да, наличку, они говорят, ой, простите, а у меня сдачи нет, а там сдачи, ну, буквально, да, там, ну, 100 рублей, да, 50 рублей. Вот на таких моментах все пытаются обмануть. Потом курьер, да, пришел и говорит, типа, не забудьте про типс Кердеманы, да, и так за сервис дофига платим, 21%, да, еще типс сверху. Не то, чтобы я жадная, но чтобы так просить, в наглую, да. Вот вам. Семь год, Монечка. Что-то еще плохо спала, из-за того, что шумоизоляция очень плохая была, все слышно было. Ну, мы сейчас пойдем на завтрак, и сегодня, скорее всего, будем тусить у океана и погуляем по магазинам. Посмотрите, какие у них завтраки. Тут заранее заказываешь определенное блюдо, то есть нет выбора. Ой, я имею в виду, не как счет свистого, а выбираешь. Всем приятного аппетита. Пришли серфить, мы впервые это делаем за, ну, вообще за всю жизнь, да, и впервые сегодня искупаемся в океане. Мы не делали это в эту поездку, вот, волны довольно-таки вообще бушующие. Вот, мы нашли компанию, которая за примерно 3 тысячи рублей обучает, все предоставляет, вот, и немножко очень полнительная такая вот форма. Прикиньте, мы, оказывается, не в то место пришли. Еще смешно. Смотрите, тут дают цинк, чтобы обмазать лицо, потому что это лучший SPF, ну, для серфинга, говорят. Хадер Куталбая намазает, а в лицо распрущает, ну, это чисто вот так нос. Закончили. Это было жесть. Ну, имея в виду, на самом деле, я думала, что это будет тяжелее, но на самом деле не так тяжело. Больше всего тяжелая вот самая часть была грести, грести до правильных волн, но встать, это было очень легко. Я сказала несколько раз, мне сказали, что я хороша в этом. Вот, я всем рекомендую, вообще, очень классный, я очень счастлива. Вот эти фотографы дофига вообще зарабатывают, они за фотографию просят, короче, 3000 рублей. Жесть, хорошая у них работа, больше, чем инструктора, обычно, что зарабатывают. Мы прошли в номер, помылись. В общем, есть такое ощущение, бывает же, когда вот деревня купается долго-долго, и потом так кушать хочется, поэтому мы заказали бульгер. Все, кайф. Скажу о своих впечатлениях, пока свежие впечатления, да. Короче, я пришлю туда, у меня самое забавное, я заранее забронировала на два урока, да, то есть на меня и на мужа. Вот, пришли туда, сидим-сидим, и мне приходит сообщение, типа, а вы где, типа, скажите мне, когда будете здесь? Я такая, уже здесь, я им фотографирую, он говорит, нет, вы не на том месте. Короче, а ты вместо кельно орбу пот, вообще жестко там водички выпились, поговорили, такие, ага, ага. И оказывается, что это вообще не наш инструктор, иди, вот. Да, нас сначала было, нас учили, как нужно делать на берегу, да, все обговорили, все классно было. И потом, где зашли в океан, и самое тяжелое было, это не встать на борт, да, как я думала раньше, это было тяжело вот именно грести, грести постоянно. Ай-яй-яй-яй, что сказала, иду мне вот тут, я чувствую, завтра руки все будут болеть. Вот, и что еще, на борт встать, в принципе, мне показалось то же самое, что встать и на лыжный, вот, эй, не на лыжный, а на сноуборд. Потому что там тоже нужно регулировать свой баланс. Вот, и самое важное, мне кажется, это не паниковать, просто вот расслабиться, довериться волне и все. В общем, мне инструктор сказал, что я очень хорошо в этом, я ему говорю, конечно, я же в Вундершарк, вот, мы, короче, два часа позанимались. Вот, и очень круто, я думаю, может, когда-нибудь продолжу это дело, но мне кажется, мышцы должны отдохнуть. Балина, Кюмна, Рахамат, Луидзе, вы нагадаете, почему? Потому что я хотела записаться на йогу и на уход для лица, они говорят, что нужно, типа, предоплата. А предоплата только с помощью карты визы и мастер-карт, а у нас у россиян нету. Я, короче, попыталась с ними договориться, давайте вы... Ой, кто говорит, я везду. Я приду, я плачу, я точно приду, индиготату. Но они говорят, извините, мадам, нет, я, короче, поехала к ним, 9 часов вечера, оплатила. Короче, вот этот припойный андак. Так что я по-йога. Продолжение следует... 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 Надеюсь, сейчас поймем по ходу дела... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...